МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ежедневно россияне берут более 30 тысяч кредитов по всей стране и не всегда могут погасить задолженность. Я вам ничего не должен. Ты должен пожизненно. Банки не церемонятся с неплательщиками и продают их долги коллекторам. Что потом? Психологическое давление, шантаж, угрозы и вымогательство. Ты будешь отдавать банки! Как спасти себя и свою семью от угроз? Чихать! Может ли полиция защитить простого человека от беспредела? Садуйся! Работай! Работай! Руки за! И что делать, если уже нет сил бороться? Ты хочешь меня обнаружить в какой-нибудь канаве? Программа «Антиколлекторы» помогает попавшим в долговую ловушку защититься от беззакония коллекторов. Если вы взяли кредит в банке и не отдаете деньги, то, безусловно, вы нарушаете закон. Однако факт наличия долга не лишает вас права на охрану собственных интересов и свобод. Вы по-прежнему можете защищать себя в случае злоупотребления кредитора или коллекторов. Требование об оплате долга само по себе может быть совершено законно. Однако методы, с помощью которых пытаются вернуть долг, часто противоречат нормам права. Ведь просрочка кредитных платежей совершенно не означает, что человека можно запугивать, звонить ему в любое время суток, приезжать к нему домой без его на то согласия, угрожать ему или его близким. 21-я статья Конституции Российской Федерации гласит, достоинство человека охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умоления. Мы боремся с незаконными действиями кредиторов и коллекторов, когда они переходят черту закона и норм морали. Василий Бондарь два года назад взял 180 тысяч в банке на свадьбу. Ему оставалось выплатить 55 тысяч рублей. Однако из-за осложнений во время беременности его жены Татьяны пара 4 месяца не вносила обязательные платежи. За просрочку банк назначил штраф в размере 2% в день от суммы остатка по кредиту – 1100 рублей. Общая сумма задолженности – 187 тысяч рублей. Долг передан коллекторам. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что, Василий, расскажите нам, как началось ваше общение с коллекторами. Ну, что тут рассказывать. Коллекторы начали звонить и приходить нам примерно спустя 3 месяца после погашения последнего платежа. То есть вы взяли кредит и перестали его выплачивать? Ну, да, так получилось. Мы, конечно, пытались оформить заявление на кредитные каникулы, но оно сейчас лежит на рассмотрении в банке. И оно там давно лежит. Знаете, у меня такое ощущение, что они специально затягивают. Но самое страшное, что коллекторы начали давить на Таню. Таня – это девушка ваша, да? Это жена моя. Жена ваша. Вот, и коллекторы знают, что она беременная. А у нее и так беременность очень тяжело протекает, и ей сейчас нельзя волноваться, может, выкидыш случится. Скажите, Василий, а как часто у вас приходят коллекторы? Два-три раза в неделю где-то так. Вот, а один раз они пришли, когда Таня была одна, и начали угрожать, деньги требовать. И один из них ее толкнул сильно, что она чуть не упала. А потом они ей пригрозили, что могут нанести более тяжелые увечья. То есть были прямые угрозы ее здоровью? Ну, да. А еще у меня видео есть. Как они нападали, да? Да. Отлично. Давайте посмотрим. Кашка. Не, ну это кашка. Полезно. Ой, нет. А еще, знаешь, когда еще к этому всем прибавляется какой-нибудь банан или апельсин. Здорово. Пополними ждем, смотрю. Ну да, а что? А раньше времени родить не боишься? Слушай, ты что? Ты что такой? Что ты чекаешь? Деньги мои где? Кинь, деньги. А ты не знаешь. Короче, мое последнее слово. Больше словами мы не обойдемся. Понял меня? Вы пробовали обратиться в банк, в полицию? Да, но в банке говорят, что они ни при чем, что это посторонние люди. Да, да. Да, они действительно отрицают свое отношение к действиям коллекторов. Значит так, Василий. Возле вашего дома будет вестись постоянное круглосуточное дежурство. И ваша квартира тоже будет под наблюдением. Если они попробуют проникнуть в квартиру или надавить на вашу супругу, мы не позволим им это сделать. Да, Василий, я буду заниматься вашим делом и буду вас держать в курсе. Большое спасибо. Всего доброго, на связи. До свидания. До свидания. Совсем берега потеряли. Нападать на беременную женщину. Дают на психику, как обычно. А ребенок это очень хороший повод. Ну что, вешаем камеры, устанавливаем наблюдение? Да, давай приступим. Антиколлекторы устанавливают камеры наблюдения на лестничной клетке и в квартире Василия и Татьяны. Также в их телефоны устанавливают программы, позволяющие фиксировать все звонки. Задача антиколлекторов собрать доказательства неправомерных действий злоумышленников. Параллельно попытавшись пересмотреть с банком условия возврата кредита и размер штрафных санкций. Ну все, я думаю, для начала этого хватит. Может, чай, кофе, нет? Нет, спасибо большое, у нас много работы. Татьяна, вам нужно будет собрать еще раз все справки для того, чтобы предоставить их в банк. После того, как все это соберете, мы пойдем завтра в банк и с нашей помощью вы опять подадите документы в банк. Вот это список справок, которые вам нужно будет собрать. Скажите, а вы в врачу еще пойдете до завтра? Да, у меня с утра как раз прием. Отлично, отлично. Я, конечно, понимаю, что вам вряд ли что-то угрожает, но чем черт не шутит, было бы хорошо, чтобы вас кто-нибудь проводил. У нас поликлиника вот через дорогу, я обычно сама бегаю. Что там? Там какие-то двое типов, качки. Может, проверить их? Может, просто ребята стоят. Ребята, у меня страшно. Я недавно прочитала, коляску с ребенком подожгли. Да вы не переживайте, мы все время рядом с вами. Подождите, у меня же голова загружена. Вам плохо? Давайте вам уводить к нам. Держите. Спасибо. Спасибо большое. Давайте постарайтесь успокоиться, держать себя в руках. Мы рядом, все контролируем, не переживайте. Значит, вот список справок, все сделайте как нужно, завтра встретимся. Хорошо, спасибо вам большое. Все, до завтра. Я подожду ее дома, может, она туда придет, а вы здесь подождете. Сейчас главное не паниковать. Она в реанимации. Девушка, пожалуйста. Я говорю, камеры убрали, и снимать не надо. Василий и Татьяна Бондарь взяли кредит на свадьбу в размере 180 тысяч рублей. Но просрочили выплаты на 4 месяца, и сумма их долга выросла до 187 тысяч рублей. Супругов начали атаковать коллекторы, требуя немедленно выплатить весь долг. Из-за их угроз беременная Татьяна начала плохо себя чувствовать, а ее муж очень опасается за ее здоровье и здоровье будущего ребенка. Антиколлекторы предложили супругам собрать справки и обратиться в банк с просьбой предоставить им кредитные каникулы. Антиколлекторы заранее встретились с Василием, чтобы проинструктировать, как правильно вести себя при разговоре с кредиторами. Все основные бумаги были на руках у супругов, кроме одной справки, за которой Татьяна отправилась в больницу. Василий очень волнуется за жену, и это мешает ему сосредоточиться. Давайте еще раз позвоним Татьяне. Давайте. Не берет? Ладно, Василий, главное не переживайте сейчас. Ну, всякое может произойти. Может, просто телефон батареи сдохла, я не знаю, там, в пробках. Мужики, давайте уже что-то делать. Вот я поеду домой, я подожду ее дома. Не-не-не, Василий, Василий, сейчас главное не паниковать. Мужики, давайте. Номер не знаком. Громкую, громкую связь. Алло, Овчинников, Василий Степанович? Да, это я, а что? Здравствуйте, это из первой городской больницы. Овчинникова Татьяна Михайловна, ваша супруга? Да, все верно, а что с ней? Она в реанимации, ее сбила машина. Множественные телеломы, черепно-мозговая травма, повреждения внутренних органов. Настояние у нее очень тяжелое. Что? Простите, вы уверены, это Овчинникова Татьяна? Василий Степанович, ошибки быть не может, это она. Адрес какой у больницы? Первая городская. Первая городская? Все, поехали, 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 срочно. Едем туда. Девушка, здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Камеры уберите, не надо снимать. А у нас программа антиколлекта, у нас официальная съемка, не имеем права снимать. Девушка, пожалуйста. Я говорю, камеры убрали, снимать не надо. Что случилось? Девушка, послушайте, пожалуйста. Я слушала, уберите камеру. Привезли мою жену, Овчинникову Татьяну, с автомобильной катастрофы. Подскажите, пожалуйста. Наташа, уберите, пожалуйста. Как вы говорите, Овчинникова? Да, да, Овчинникова Татьяна. Есть, палата 320. 320, все, отлично. Пойдемте. Девушка, Овчинникова, как она? Вы кто? Муж. Все хорошо, успокойтесь. Так, что происходит? Ну-ка, уберите камеру, уберите. Девушка, подождите, как это хорошо? Мне сказали, что она пострадала в автомобильной аварии. Какой еще аварий? Она была у врача на плановом осмотре. Все хорошо. Что? То есть, а после чего? Это после осмотра у нее случилось? У нее где-то плацентарная недостаточность. Ей вообще нервничать нельзя, что у вас здесь происходит. Вам здесь находиться... Ладно, извините. Да, убери, убери, убери. Убирайте камеру. Так, ну как там, Таня? Ну, я рада, все хорошо. Знакомый? Громкой связи. Тот же. Угу. Да. Ну, малыш, как здоровье супруги? Надеюсь, все хорошо. Слышь, это ты так пошутил? Ну, не могу предположить. Ну, конечно, я. А завтра, клядь, я еще пошучу. Если бабулях до завтра не будет, то машина будет уже настоящая. Так что завтра все надо отдать. Понял? Отвали от меня и от моей жены, слышишь? Да ладно, ладно, не горячись, я все понимаю. Раз ты все понимаешь, будь добр, пожалуйста, отвали. Ты должен понимать, что мне неоткуда нарисовать эти деньги. А ты мозги включи. Подумай. Дружков, наприди, позвони им. Завтра там попробуй заводить. Еще что-нибудь, ты меня понял? А адресок такой. Первая городская больница, палата номер 320. Фамилия Овчинникова. Тебе ни о чем не говорит? Я бы завтра туда в гости наведусь, если бы ездить не будет. Так что давай, подумай. Пока. До завтра. Короче, Василий, не переживайте, там стоит наш агент. Он там дежурит 24 часа в сутки. С ней ничего не произойдет. Она в полной безопасности. Если вдруг они захотят незаконно проникнуть сюда, в больницу, к ней, в палату, наш агент все зафиксирует. И закон о нашей стороне вы имеете в виду, поэтому... Да, не нарушают закон. Как они вообще узнали, что она там? Василий, поверьте, ради денег они кого угодно из-под земли достанут. Ну, сейчас не об этом. Давайте успокойтесь, все нормально. Погнали. Антиколлекторы установили круглосуточное дежурство у палаты Татьяны. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Однако кто знает, что еще придумают коллекторы, чтобы вывести девушку из равновесия. Алло, да. Таня в порядке. Сегодня утром заходил врач, потом медсестра. Сейчас вернулась завтрака. Все в порядке. Мамочка! Мама! Что случилось? Неплохо, пожалуйста. Позовите. Татьяну срочно увезли в реанимацию. Антиколлекторам предстоит выяснить, каким образом записка с угрозами попала в палату, которая была под круглосуточным наблюдением нашего агента. Неужели кто-то из персонала больницы заодно с коллекторами? Что случилось? Татьяна в реанимации. Вот это я нашел в палате. Записка. Нет денег, нет ребенка. В палату кто-нибудь заходил еще? Заходил врач, медсестра. Больше никого. Точно никого? Точно никого. Медсестру пригласил сюда. Сейчас она подойдет. Вот и она. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это вы подложили записочку? Ну, почему же я подложила? Я передала от мужа записку. Приятно же получать записки, так романтично. От мужа? От мужа. Подробнее расскажите, что за муж, как он выглядел? Симпатичный молодой человек попросил меня передать записку его жене, потому что сам не успевал. Я согласилась, потому что сделать приятно. Это был не муж, это был злоумышленник. Благодаря вашей беспечности пациентка пострадала. Ее увезли в реанимацию. Это все очень серьезно, понимаете? Опишите конкретно цвет волос, как он выглядел, рост какой у него. Что за человек вообще было? Барионет примерно метр семьдесят пять где-то. Рост стройного телосложения. Я его могу... Ладно, ладно, спасибо большое. Не понимаю, зачем писать записки, если можно отправить смс, ведь это одно и то же. Да не одно и то же. Они пытаются нам показать, что они находятся где-то здесь, рядом. И несмотря на то, что охрана внизу находится, и видеонаблюдение палаты, что они всегда могут сюда проникнуть. В этом прикол. Пойдем. Врачам удалось стабилизировать состояние Татьяны. Ее здоровью сейчас ничего не угрожает. Антиколлекторы собираются посетить банк, чтобы договориться о пересмотре срока возврата кредита и суммы штрафных санкций. Однако, Василий не является навстречу и неожиданно перестает выходить на связь. Блин, ну где же он, а? Насколько он уже опаздывает? Это уже больше, чем на час. По номеру, телефону проследить его сейчас можем? Ну, погрешность, правда, есть с ним большая. Ничего страшного, давай. Хотя бы понять, в каком районе. Ну вот он. Слушай, это же прям недалеко от офиса коллекторов. Ну да. Похоже, он туда поехал. Лежать! Где? Где этот? Твоим башку оторвут сейчас. Василий, успокойтесь, Василий. Василий и Татьяна Бондарь просрочили выплаты по кредиту и подверглись нападениям коллекторов. Из-за стресса Татьяна попала в больницу, а ее мужу коллекторы сообщили, что его жена в реанимации после автомобильной аварии. Антиколлекторы установили круглосуточное наблюдение за палатой женщины. Среди дня медсестра передала Татьяне записку, думая, что она от мужа. Но это было очередное послание от коллекторов с угрозами будущему ребенку. Татьяне стало плохо. Доведенный до предела Василий решил самостоятельно разобраться с коллекторами. Ну вот он. Слушай, это же прям недалеко от офиса коллекторов. Ну да. Похоже, он туда поехал. Все едет туда, да. Ильюх, давай поехать. Антиколлекторы немедленно отправляются в коллекторское агентство, куда, по всей видимости, отправился Василий. Но добраться быстро им мешают обстоятельства. Мы попали в пробку. Можно, давай пешком. Ладно, давай пешком за нами. Езжай по адресу. Пешком быстрее будет. Мы делаем все, чтобы успеть в офис коллекторов как можно скорее. Вася так и не берет трубку и не отвечает на СМС. Судя по GPS, он в офисе. В невменяемом состоянии, доведенной до крайности угрозами семье, мужчина способен на многое. Слезай! Смотри! 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 Куда? Куда делаешь? Эх, кто? А вы кто? Программа «Антиколлекторы». У нас официальная съемка. Меня зовут Эдгар. Представляю программу «Антиколлекторы». Мы имеем право снимать. По закону. Так что не мешайте, пожалуйста. Вы видите? Я вижу, что происходит. Хочешь, чтобы твой Божий у вас остался? Хочешь, тогда не мешай мне разговаривать с клиентом. Василий! Василий, послушайте меня. Вы сейчас нарушаете закон. Наша главная задача действовать по закону, а не брать людей в заложники. На ваш закон, на вас и на этих вот уродов! Где эта д***я, которая с моей женой работала, а я ему башку оторву сейчас? Василий, успокойтесь, Василий! Держите себя в руках. Василий, послушайте меня. Послушайте меня сейчас. Ваша жена, Татьяна, находится в больнице. Ее состояние улучшается. Вы хотите оставить ее одну с ребенком, а сами сидите в тюрьме? Если вы сейчас нарушите закон, если вы сейчас причините тяжкий вред этому человеку, я не смогу вам помочь. Пожалуйста, откройте дверь, и мы все решим мирным путем. Если сейчас Василий примет неверное решение, то будущее его семьи под большим вопросом. Наверняка еще один сильнейший стресс нанесет непоправимый вред Таниному здоровью. Давайте, давайте, все, присядьте. Глубоко отдохните, все, 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 все. На доказательстве вы сейчас обобщем договорились. Все. Вызывай полицию. Да, на полицию вызывай. Почему это? Спредел какой-то. Программа «Антиколлектор». Мы занимаемся коллекторским произволом, если они нарушают закон. Ваш сотрудник наносил тяжкий вред вот этому вот человеку, моему клиенту и его жене, который сейчас лежит в больнице. У нас есть доказательства. Что доказать нужно? Что вы меня пугаете? Я не пугаю. У меня есть доказательства. У меня есть звонки, у меня есть видеозаписи. Есть очевидцы, которые все видели. Ты там давай пошалишься с своими ребятами и договоришь, чтобы... Порешаешь так, чтобы они не трогали моего клиента. После того, как ребенок родится у них, они будут все уплачивать по графику и все выплатят. И что мне делать? Прекрадить, б***ь, забирать деньги, те, которые он должен? Как мне компенсировать теперь зол, выбитый, перебитый офис? Что мне делать? Тимоф, ты полицию вызвала! Сейчас, сейчас! Не надо полицию вызывать. А почему это? Не надо? Потому что если вы сейчас вызовете полицию, нам придется обнародить ваши действия, которые вы совершили. А там на несколько томов уголовного дела, ребята. Совершенно верно. Договорим, если лежит. Боишь? Давайте, что у вас есть? Вот здесь вот все документы по этому делу. Думать не надо, нужно делать. Сейчас могу что-то сделать. Да не светите вы. Постарайся. Не светите. Удейте документы, есть еще что-то нужно будет, мы все подвезем. Успокойтесь. Молодой человек. Если что, то еще мы подвезем. Все, договорились? Просрочку приготовить. Чтобы мы на закон не вручим. Иди и стол по закону, и все было бы тогда нормально. Долгом. Полиция. Журналисты. Да. Подойду, смотри. Сейчас. Деньги, деньги. Набрал, долгов не делал. Жены временных. Кучу пошел, а деньги отдавать не хочет. Уведи его быстро. Уведи, Андрюх. Ребят, скорую вызывайте. Срочно, скорую вызывайте. Ты что наделал, дурак? Ты что и смотришь? Таня по-прежнему находится в больнице. Ситуация с ее здоровьем обнадеживает. Если ей удастся избегать стрессов, то совсем скоро Вася и Таня станут родителями. К счастью, директор коллекторского агентства согласился нам помочь, чтобы не предавать огласки случай вопиющего беззакония во взаимодействии с должниками. Нам удалось добиться от банка кредитных каникул. И оплата по кредиту возобновятся только после рождения ребенка. Мы надеемся, что в будущем с другими должниками это коллекторское агентство будет использовать только законные методы взыскания, без угроз и насилия. В будущем, ребят, все сложится отлично. Мы в этом уверены. Будьте осторожны и берегите родных. С вами были Эдгар и Людмила. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин